МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аутентичная суша-груша является визитной карточкой горских хорошух. Народный ансамбль на протяжении многих лет сохраняет фольклорное наследие своей местности. Именно так когда-то затягивали их мамы и бабушки. Недаром в песне душа народа. А так поют только здесь, на Краснопольской земле. Это уходняя Беларусь. Это край практически целиком православный. Это люди надзвучно широ и открытые. Это люди, которые умеют поделиться опошней кашулей, опошним цвяком. Вот это аутентичный будынок 1946 года Узору. Это дом, который дед после войны поставил, сам рубил. Стены деревянного дома, казалось бы, до сих пор хранят детские воспоминания. Малая родина во многом определила карьеру известного ученого и археолога. Отец Игоря Морзулюка был учителем истории, а местность полной открытий. Но об этом чуть позже. Мой шлях до Ведова подшался с этой школы в 1975 годе. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Нина сейчас директорствует туда. Вы учились вместе? Да, вместе, вместе. Бытность этого учебного заведения насчитывает более 100 лет. В начале 20 века здесь располагалось Земское училище. В 60-х школу отстроили заново на 320 мест. Я хочу сказать, что наставники были вельми добрые. Ну и был некий такой здоровый азарт, как показать и краснопольским, что и в вязковой школе умеют решать задачи. Да, вот на этом месте. Все починалось оттуда. Закончила в 84-м году школу. В 86-м году пришла працавать сюда. Сустрякаемся с Игорем Александровичем не только в школе. Мы на то, что мы знаем. Да, да. И сустрякаемся, перезваниваемся, когда нам что-то потребно. От деревни Ленина до водохранилища Палужского около 10 километров. Сюда Валентина Кулягина приходит едва ли не каждый день. Шутка ли главный рыбак Краснополья? Ну вот рыбачу, наверное, больше 50 лет. Вот я вижу, рыбаки приезжают. Меня все знают, все здороваются. Михайловна, Михайловна, рыбалка – это, говорят, хобби, но для меня это, наверное, болезнь какая-то. Я, знаете, что я, может, шутку и смехом детям говорю, говорю, когда помру, положите мне угроб удочку, чтобы только никто не видел, а то смеяться будут. Рыбачить Валентина Михайловна начала с отцом, еще во втором классе. 9 лет назад перед пенсией в здешних краях прикупила дачу. Место, говорит, рыбное. Водится оконь, щука, карась, платва. На крючок попадал даже полутора килограммовый карп, а в последнее время все чаще встречается густырам. Тут столько рыбаков, что у выходных сюда лучше даже не приходить на рыбалку. И вот я их спрашивала, говорю, неужели у вас ближе нету там, что вы едете сюда, бог знает откуда. А он из лодки вытаскивает щуку, наверное, килограмм 7, может, даже больше. И говорит, а у нас таких щук нету. Тоже, наверное, года два тому назад, там, ловила я подальше. Ну, и вижу российские номера на машине. Я подошла к мужчине и говорю, что это вы откуда из России. И он говорит, а я из-под Москвы, и говорит, что таких вкусных карасей, говорит, как на вашем водохранилище, нигде нету. Ну, на самом деле, сладенькие такие, без запаха. Говорят, вода здесь родниковая, но приезжают на Палужское не только за гарантированным уловом. За тихим сожем в белорусских лесах, где сосен и елок раздольли, лесное лежит в Краснополе. Ну, и тут просто хороше быть. Тут выдатно заходит солнце, и шиконно оно восходит. Тут дыхается на полницу, тут добродумается. Чароды птушек, люстерка воды, фотосдымки, которые можно делать до бесконечности, и ни один не будет повторяться. Это все разом створяет неполторный краевед вот этой земли. Земли, которую я ведаю с того часа, как только я себя помню. Такого количества дикого ясеня на территории Могилевщины больше не сыскать. Сакральное древо растет на площади более 4 гектаров. Ландшафтный заказник Ясеневый гай находится неподалеку от агрогородка Горы и лежит в пойме реке Палуж. В народе урочище называют костел. Именно здесь, в окружении нетронутой природы, находится укрепленное городище раннего железного века. Это самый старожитный центр у Лады на территории существенного Краснопольского района. Коли на месте Краснополья рос лес, тут уже был могутный, бачите, умоцованный центр. Это все валы, рвы, это все насыпное, это все зроблено людьми. Высокий рельеф и нарощено все. И это был сакральный центр. И потом уже, коли земли Краснопольщины выходили в склад Мстиславского дельного князства, в 19-м стагодии тут находился замок. Это все мы ведаем, дякую щитым раскопкам, какие тут проводили супольно наши экспедиции, разом с моим коллегами с Минска, с Института истории, с Метельским Андреем. Краснопольщина в принципе имеет богатое археологическое наследие, но интересно это место не только историкам. У подножия городища бьют ключи. Крыничка считается животворной. С ее связана такая легенда, потому что в этом месте з'являлась Богородица, и, как мясо, кажут, ножки мочила. Тому вот эта крыница у традиционной мясовой традиции выкористовывается еще для вылекования тех хворых, у каких их проблем с ногами. Бачу, как тут приводили девчонку, как ее вот в этом срубе ножки там спробовали мочить. Вода тут кристально чистая, так что я сейчас... Вода детинства. По давней традиции рядом с горской крыницей празднуют десятыху. Автохронный праздник Краснопольщины выпадает на десятую пятницу после Пасхи. Священник освящает воду в источнике, люди молятся, затем повязывают платки на кресте. Что касается места силы, то это место намолено не одним поколением людей. Эта горская святая крыница по праву считается святой и целебным источником у местного населения. Люди верят, что вода из этой крыницы помогает там от всяких болезней, хворей. У древнего урочища остается много тайн, но и перспектив не меньше. На перспективу мы хочем спочатку провести академичные раскопки, высветлить, какие постройки стояли, и потом створить полноформатную нормальную реконструкцию городища Сховища, жилую, альбо на Зарубинецкую эпоху, альбо на эпоху старожитной Русии. Ну вы же сами видите, как у нас гора, низина. Раньше у нас тут дорога была, бачите уже, все, теперь новый мост построили, другая машина. Вот поэтому наша деревня называется Горы. Куда ни зернишь, ровного нема. Все горы и горы. Ну наша деревня красивая, красивая. Наши люди красивые в деревне. И хорошие, правда? И хорошие. Живет в горных местах почти 300 человек. Практически каждая семья держит солидное подсобное хозяйство. А еще здесь рукой подать до границы. До российской Брянщины считанные километры. Мы к ним, они к нам приезжают. У нас границы тут нету. У нас все заодно. У нас тут россиян и девчата замуж сюда повыходили. У нас из России много людей. И наши туда в Россию выходят. Все наши туда повыше замуж. Девчонки живут. Вера Петровна и Татьяна Афанасьевна местные знаменитости. Еще бы, солистки горских хорошо. Самобытный ансамбль отлично знают за пределами Краснополя. Все выступали на дожинках, покоряли столицу. Но лучше гор, только родные горы. Вот мы другий раз поедем в город выступать. Уже хочется скорее домой. Куда ты не опозьешь, всюду все родное. Все свое. И люди свои. И люди свои. Все свое. И земля своя. А поедем я привыкла. Поедем в тот Минск. Никого не знаешь. Выйдешь на улицу, ну с кем там поговорить. Звали меня с сыном. Многие ходят, надо жить тут. На своей родине. На своей родине. Тут у меня хозяин схоронитый. Ма схоронитый. Юго-восток Могилевщины. Чистый воздух, живописная природа. А всего в нескольких километрах покинутая земля. На то, что мы находимся на территории некогда населенного пункта, указывает разве что заасфальтированная дорога. Сегодня деревни Мхиничий и Заводок существуют лишь в памяти людей. Дома давно захоронены. На въезде до сих пор предупреждают о радиационной опасности. Краснопольский район – один из наиболее пострадавших регионов Могилевской области. Из 173 сел и деревень – 83. Пришлось сравнять с землей. Под отселение попали самые успешные территории. Ликвидировано 5 сельхозпредприятий, 7 ФАПов, более 20 учреждений культуры и более 30 школ и детских садов. До Чернобыля население Краснопольщины составляло почти 23 тысячи человек. После уменьшилось до 9. Восстановить былую численность так и не удалось. В месте, где когда-то победила радиация, время будто замерло. В доме уже никогда не зазвучит детский смех, а из печенья выйдет душистый каравай. Адамыч – один из немногих, кто остался в наказе. Открытый радиационным облаком Выдоринки. Деревня находится в зоне с правом на отселение. Ну, хата стояли, там солхозный сад был. И он сейчас ешь, но он зарос уже. Ну, люди уехали, ну так, кто ходил. Поразвалило все. И было деревня сколько? 400, наверное, дворов. Населенный пункт и правда был большим. Работало свое предприятие – спиртзавод. Спустя несколько лет после Чернобыля многих отселили в Дребенский район. Из жилых домов сегодня лишь два десятка избушек. В свои 87 Петр Адамович живет один. Хозяйство в силу возраста уже не держит. А вот товарищ по кличке Сэм скучать не дает. Навещают пенсионера и дети. Зовут собой. Но он ни в какую. Ну, дерево, ну, это, ну, шалит селять в 90-м году. Вот, тут были солдаты, что радиацию прогоняли. Жалковато было оставлять все. И был и конь, была корова, были овечки. Ну, я тут вот жалко было кидать. Я не верю, что радиация. Работу в лесничестве я сам ходил по лесу. В любых кварталах мерил уровень радиации. Деньяк, где много, где мало. На поле выйдешь, на поле меньше. А у леса больше. О процветании выдраньки напоминает продуктовый магазин. Здание большое, вот только используется лишь малая часть площади. Заходят исключительно местные. В деревне 30 человек. Работы практически нет. Огороды сходим, хозяйство держим. С этого и живем. Лес, грибы, ягоды. Постоянно собираем. А где превышаю, а где нормальная радиация. Так что, ну, все равно. Нормальная день. Тема самой крупной техногенной катастрофы 20 века занимает большое место в экспозиции историко-этнографического музея Краснополья. В витринах экспонаты тех времен. Дозиметр, календарь и часы, которые остановились навсегда. Конечно, ущерб, как бы мы не хотели говорить сейчас, радиации, возможно, ушло время, но, тем не менее, эхо и отголосок тех проблем, которые были более 30 лет, они до сегодняшнего дня как бы видны. Ну, нам вот, как коренным, понятно, мне, я все-таки, если бы вот этого не случилось, я жизнь района представляю иной. Экспозиция музея находится в здании бывшего Поповского дома. В свое время здесь жил и служил прадед Владимира Короткевича. Это один из самых прихожих костюмов у посошских. Это так званный Краснопольский строй. Он так и называется. Не только у Краснопольского района, но и территорию Костюковского, и других районов, сумежных. Так ходили. Вот эта родная вышиванка, типовая для Миновитова, для этого региона. У меня у самого когда-то было, но я уже везде вырос. В залах вся история региона. Вот, к примеру, такой красно-белый рушник с черными вкраплениями встречается только на территории Краснопольщины. А это крестьянская хата. И такие иконы могли писать лишь мастера с посожжем. В конце 19 века население Краснополя на 86% было еврейским. Эта страница также отражена в инсталляции «Шабатный стол». Несколько лет назад музей реконструировали, а в экспозиции возник зал археологии. Так сказать, летопись края от первобытно-общинного строя. Около 40 экспонатов Игорь Александрович передал нам в результате раскопок, которые проводились на территории, будем говорить, нашего региона. Вот самая такая сторожитная речь – это вот шея мамонта, вот это вот такой его кусочек шейки и вот его ребро. Когда уже таял ледник, и один из последних мамонтов отдал Богу души, его смыло в болотинку, затянуло, засыпало на сегодняшний день некольких метров. И мы его нашли. В Воле, в Краснопольском районе, есть помники, починающие с Каменного века, починающие с эпохи Мезолита, и скончивающие с Средневедшим. Ну, это латвийский тяжеловоз. Тяжелово признаю называется. Это с Прибалтики. Вот стоит она, красавица. Вот смотрите, с этой стороны тоже латвийская. Советские, русские есть тяжеловозы. Наша местная, вот она идет, местная. И четыре года. Любовь к лошадям у Юрия Зимцова с детства. Несколько лет назад ветеринарный врач решил сменить сферу деятельности. Фермеры-любители прикупили несколько кобыл. Начали разводить. Инициативу поддержал район. Местные власти выделили землю. Сегодня табун насчитывает 40 взрослых животных и 20 жеребят. Выращивать лошадей планируют не только на продажу, но и для привлечения туристов. Земля есть, район выделил, пастбищи есть, мы их оккультурим. Родом мы отсюда здесь живем, никуда не планируем, будем развивать себя на родине. Видите, родная, ровненькая кладка, муровочка. Хоть и 200 лет, в веку мы на стане. Поглядите, как швы расшиты. Еще один туристический маршрут может появиться и в этом месте. В 15 веке в здании располагалась винокурня, которая принадлежала горскому пану. Что мы хотим сделать? Крыница тут есть, купель тут уже сделана. А вот тут сделать этнофольк-музей, чтобы тут можно было попробовать традиционных напоев, традиционных продуктов хорчевания краснопольских, и сделать зал живой археологии. Это было два в один. С одного боку, популяризация малой родимы, истории в Беларуси, празд, историю малой родимы. С другой боку, и нормально, как бы копейку люди могли мясо заработать, как бы это все працавало на развитие агроэкотуризма и туризма историчного. Александр – профессиональный солист. В отеленую деревню Выдренко приезжают паломники со всего мира. Именно здесь, на раненой земле, стоит уникальный храм Дмитрия Ростовского. Мы в Беларуси бываем часто, приехали из Москвы, приезжаем к родственникам погостить Краснополе. И вот мы первый раз в этом божественном месте, в этом храме. Несмотря на то, что даже здесь прошла эта беда, но все равно, мне кажется, действительно люди приезжают сюда очиститься душой, помолиться. Очень нравится природа, нравится спокойствие, тишина, чистый воздух, хочется возвращаться все время. Здесь приезжают не только, сказать, и Санкт-Петербург, и Украина, с каких концов только света, и с Италии часто здесь приезжают. То есть о этом храме разнеслась слава даже до Америки. В Америке его тоже знают. Это точно-то не откуда-то, это точно знают. Там даже и есть. В Москве, на Рублевке, есть одна художница, которая пишет картины из этого храма. Памятнику деревянного зодчества более 110 лет. По легенде, в здешних местах жила помещица Барановская. У женщины были больные ноги. Помочь не могли даже опытные скулапы. И вот во сне барыня получила знак. Мол, излечишься, если построишь церковь. Возвели храм без единого гвоздя. А чудеса случались здесь не раз. Вот это икона батюшки Серафима Саровска. Видите вот облако? Оно нерукотворное. Это перед взрывом Чернобыля. Здесь протория Виктор служил. Он зашел в храм и видит, что неземное, воздух неземной. Он понял, что какие-то чудеса здесь в храме. Но было предупреждение, что будет катастрофа. Но никто не разгадал. Из Минска на Краснопольщину отец Виктор переехал 8 лет назад. Восстанавливали запустелый храм всем миром. Когда я приехал сюда, это моя родина. Конечно, тут, я не знал, я думаю, ну не выдержай здесь. Потому что тут было еще запущение. И как джунгли какие-то были. Заросши все. И как глянув, думаю, назад уже задний ход нельзя давать. Надо идти вперед. Ну и слава богу, что как-то потихоньку-потихоньку пошло. И пошли люди. И люди стали тянуться с разных, не то что деревень, а с городов разных. Выстоял храм и после Чернобыльской беды, и после Великой Отечественной. До войны на территории района было 12 церквей. Осталась только одна. Здесь, в Идренке. Расстрелянная на вылет старинная икона. Одна из самых почитаемых в храме. Она звонится вместо колокола по сей день фрагменты авиационной бомбы. Выняли взрывчатку. Могло разорвать каждого, если кто-то делал. Обрезали. И повесили на звонницу. Получили эффект. Есть еще в Беларуси? Нет, я думаю, нигде нет. Нет, нет, нет. Нет, больше это эксклюзив. Краснопольский. Только здесь больше недели. Только здесь колокола звенят с каким-то особым надрывом. Местные считают храм символом возрождения. До Чернобыля Краснопольский район был едва ли не самым экологически чистым регионом Могилевщины. Время лечит земли, а жизнь продолжается даже когда не всегда клюет. В песнях, что переходит из поколения в поколение. В родном доме под старой ивой. В месте, где, несмотря на выпавшие испытания, дышится полной грудью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова